Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодняшний подкаст Российского Совета по международным делам посвящен присутствию российских университетов в диджитал-пространстве в условиях ограничений. Его буду вести я, Елизавета Солодухина, программный координатор РСМД. А в гостях у нас специалист в области диджитал-маркетинг Мария Французова. Добрый день, Мария! Добрый день, Елизавета! В современных реалиях распространение цифровых технологий, решение задач по продвижению российского образования на зарубежные рынки и развитию международных партнерств невозможно без использования цифровых ресурсов. Сегодня каналы коммуникации в сети интернет стали неотъемлемым инструментом позиционирования бренда университетов. В марте 2022 года социальные сети в России претерпели серьезные изменения. Часть крупных и популярных соцсетей были либо ограничены в своей деятельности, либо полностью запрещены. Цифровизация современного мира диктует российским университетам необходимость приспосабливаться к новым условиям. Мария, предлагаю начать с того, каким образом ограничения повлияли на стратегии российских вузов в диджитал-пространстве. Это действительно интересно, потому что нужно быть честными. До наших ограничений действительно университеты в основном полагались на ныне уже запрещенные площадки и чувствовали себя достаточно комфортно. То есть они развивали данные каналы, им казалось, что этого достаточно. Сейчас мы видим очень много разных интересных стратегий, что позволяет нам посмотреть, какие практики работают, какие нет. Честно говоря, я считаю, что любой кризис, он ведет лишь к поиску новых возможностей. И с того, что мы видим, действительно некоторые университеты растерялись. И мы видим, что их информационное пространство, оно как бы схлопнулось. Их действительно стало меньше видно в мировом сообществе. Но некоторые претерпели хорошие изменения. Давайте начнем с хороших, потому что это самое интересное, что же работает на рынке. Мы видим, что большинство все-таки адаптировали свои сайты под иностранные языки. Казалось бы, это действительно такой важный факт, который на поверхности. Но очень многие университеты просто не использовали эту возможность. Сейчас, если мы зайдем на сайты, то мы увидим и английский язык, и определенные другие языки, на которые ориентируются данные университеты. Здесь нужно сказать, что сайт стал, наверное, такой основной площадкой университетов. И я абсолютно согласна с этой стратегией, потому что это площадка, которая не зависит ни от кого. И они могут размещать любую необходимую информацию, интегрировать ее с другими каналами. Поэтому здесь действительно, когда есть адаптация под нужный формат аудитории, позволяет эту аудиторию собирать, а дальше уже направлять по разным каналам, которые работают так или иначе для кого-то, в особенности лучше, для кого-то чуть хуже. Что из положительного еще? Мы видим, что больше стало онлайн-мероприятий. Потому что у нас нет площадок, на которых мы можем транслировать что-то. И действительно, возможность запустить онлайн-курс или запустить какую-то трансляцию, и возможность дать людям прикоснуться к тому, что происходит в университетах, это сокращает дистанцию, которая есть априори территориально и теперь еще есть в информационном пространстве. Что может не радовать? Начали работать с виральным охватом. Что такое виральный охват? Это охват, который мы получаем бесплатно, когда мы не используем какие-то рекламные инструменты, а когда мы подключаем, например, те же клипы, которые позволяют алгоритмам доносить нашу информацию до разной аудитории. Это действительно выгодный формат, и раньше университеты, ну, скажем так, ленились его использовать, потому что работали просто другие механики. У них были одни площадки, и они знали, что можно запустить текстовый пост, и его все увидят. Сейчас так уже, к сожалению, не работает. Мы видим больше взаимодействия с иностранными СМИ, потому что это хорошая площадка, действительно целевая. Действительно, аудитория привыкла читать определенные ресурсы, и есть возможность до нее коснуться, используя другие механики. Ну, и самый мой, наверное, любимый фактор — это UGC-контент. Это контент, который производят пользователи. Вот с этим направлением у университетов было сложнее всего до начала кризиса, потому что подключать сотрудников, подключать коллег достаточно сложно. То есть нужна какая-то определенная система мотивации, нужны люди, с которыми ты договоришься. Но на самом деле UGC-контент — это один из главных трендов в мире интернета сейчас. Поэтому что нас не сломает, то сделает сильнее. Да, большое спасибо. И давайте теперь поговорим немного о социальных сетях. Какие из них доказали свою эффективность в условиях ограничений, и на какие каналы стоит обратить внимание российским университетам сегодня для продвижения на зарубежные рынки? Знаете, я привержен из того, что нет плохой погоды, есть плохая одежда. И социальными сетями, скорее всего, тоже я придерживаюсь такой политики. Я бы не сказала, что есть социальные сети, которые абсолютно провалились, ну только в случае, если они не закрылись вовсе. Есть социальные сети, которые работают для вас лучше и которые работают для вас хуже. Я приведу пример. Допустим, мы сейчас с вами разговариваем, и вы меня искренне спрашиваете, Мария, куда мне идти со своим университетом? И, предположим, мы в общем рассуждаем о площадках, и я начинаю вам рекламировать ВКонтакте. Отличное сообщество, очень много людей, огромный функционал. Вы можете публиковать тексты, фото, видео, использовать клипы, подкасты, переписываться со своей аудиторией. Вы можете подключать лид-формы, иметь алгоритмы, все что угодно. Но какой это имеет смысл, если мы говорим с вами про Казахстан? У аудитории Казахстана ВКонтакте это всего лишь 10%. Попробуйте угадать, какая социальная сеть самая популярная в Казахстане сейчас. Фейсбук? Нет. На самом деле это достаточно сложный вопрос, и даже для меня он был неожиданным в плане ответа. Это Пинтерест. Действительно, это площадка, которая имеет гораздо меньше функционала. Но действительно 30% аудитории Казахстана сидит в Пинтересте. И если мы возьмем вторую часть, 25% приходится на YouTube. Что, соответственно, можно сделать вывод. Если вы университет, который направлен на взаимодействие с рынком Казахстана, вам имеет смысл развивать собственный сайт, развивать Пинтерест в плане ссылок и уходить в YouTube и использовать виральный охват в виде шорцев или трансляции каких-то мероприятий. Поэтому можно ли сказать, что ВКонтакте стало хуже от этого? Нет, просто он вам не подходит. Или же, например, я большой фанат Телеграма. Я сама пользуюсь этой площадкой. У меня очень много кейсов действительно и монетизации, и коммуникационного менеджмента в данном отрасли, в данном направлении. Но если мы говорим с вами про Таджикистан, то люди предпочитают Вайбер. Действительно, площадка очень сильно отличается. Она не такая функциональная и, возможно, вам кажется, не такая модная. А мы же говорим в большинстве случаев про студентов и абитуриентов. Но, тем не менее, люди сидят там. Или же возьмем пример Туркменистана. Здесь вообще очень удивительный рынок, потому что он сильно ограничен в своих возможностях. И, возможно, вы даже никогда не слышали про этот мессенджер, но Туркменистан в основном сидит в лайне. И вам необходимо просто подумать о том, где находится ваша аудитория, нежели чем больше отталкиваться от самого функционала площадки, сколько про него пишут. Поэтому я бы здесь, наверное, сразу бы дала рекомендацию, как только вы начали разрабатывать маркетинговую стратегию, думать, где же присутствовать нам и как вообще подходить к контенту, загляните в любую статистику. Это может быть хот-сьют, это может быть медиаскоп, это может быть статиста, что угодно на самом деле, что покажет вам, где находится ваша аудитория, какой контент она потребляет, как ей привычнее взаимодействовать. И, возможно, да, вы будете присутствовать не в таких популярных площадках, но конверсия и достижение результатов будет гораздо выше. Давайте перейдем к следующему вопросу. Что такое многоканальность и омникальность в диджитал пространстве? И какая стратегия выгоднее в условиях ограничений? Давайте начнем с разницы этих понятий, потому что если мы будем переводить их с английского, то русский язык нас здесь немножко подведет и все переведет как многоканальность на самом деле. Но когда мы говорим про классическую многоканальность, это каналы, которые никак не связаны друг с другом. Омниканальность – это возможность интегрировать каналы друг к другу. Давайте сразу на примерах, чтобы было понятнее. Если мы говорим про многоканальность, то представим рынок FMCG. Допустим, у вас есть какая-нибудь большая компания, у которой есть собственный бренд. Также у нее есть продукт, например, она продает стиральные порошки. И действительно, таким компаниям выгодно создавать многоканальность, потому что на самом деле стиральному порошку не так важно привязываться к какому-то большому бренду. Ему важно развивать свой голос, свою визуальную какую-то идентику, потому что у этого бренда могут быть абсолютно разные продукты, на разную целевую аудиторию. И связь с большим брендом в интернете может иногда даже повредить. У университетов практически не бывает такой ситуации. В основном университет – это огромный живой организм, который взаимодействует с друг с другом. И разные его части так или иначе связаны между собой. Поэтому омниканальность – гораздо более эффективная и выгодная стратегия для университетов, потому что у них появляется возможность интегрировать каналы друг к другу. Единственное, здесь, конечно, когда мы говорим про зарубежную аудиторию, очень важно себе задавать вопросы. А подходят ли наши каналы друг к другу для интеграции? Потому что мы можем встретить ситуацию, когда у нас есть сайт, и он даже переведен на нужный нам язык, и там прикреплены ссылки в социальные сети. И вот мы здорово думаем о том, что у нас комплексный маркетинг, каналы интегрируются друг к другу, аудитория будет перетекать. Но мы заходим в телеграм-канал или любой другой мессенджер, или другое какое-то направление, и видим, что там на самом деле русский язык. Или же там контент, который не адаптирован под нашу аудиторию, или наоборот, данный мессенджер просто недоступен нашей аудитории. Поэтому здесь обязательно необходимо спрашивать себя, подходят ли ваши каналы для связки, удобны ли они для использования, и есть ли в целом адаптация под нужную вам аудиторию. Как оценить эффективность стратегии многоканального и какие метрики следует учитывать? Знаете, мне кажется, что чем больше метрик вы можете собрать, тем более полную картину вы увидите. На самом деле здесь нет какой-то совершенно другой истории в плане KPI, в плане показателей. Я бы сконцентрировалась на следующих. Первый — это охват. Очень многие начинают думать, нам нужно больше подписчиков. Но на самом деле любому бизнесу нужен охват, потому что подписчики — это те люди, с которыми нужно что-то делать. Они на вас подписались, и дальше они могут вас не видеть в новостной ленте, они могут не вовлекаться в канал, или они могут в целом удалить свой аккаунт и просто висеть мертвым грузом. Поэтому между подписчиками и охватом всегда обращайте внимание, сколько раз и какой аудитории вы коснулись. Это гораздо важнее. И на самом деле дешевле, что уж там. Вовлеченность — это показатель, который демонстрирует, насколько вашей аудитории интересно то, что вы ей показываете. Вы получили, например, 100 людей, которые увидели ваш контент. Сколько из них действительно как-то с ними взаимодействовало. Естественно, сейчас люди не так часто уже пишут комментарии, ставят лайки, как на заре и начало всей нашей деятельности в социальных сетях. Но, тем не менее, важно отслеживать какое-то сравнение. То есть вы увидите, что данная статья, данный видеоролик набрали больше взаимодействия, значит, необходимо двигаться в ту сторону. Самый главный показатель, который бы я смотрела в случае омниканальности — это конверсия. У вас есть статистика вашего сайта, и вам необходимо смотреть, из каких разных источников аудитория приходит и куда она переходит. Не нужно здесь пугаться маленьких цифр, потому что многие могут увидеть 15-20% и подумать, это же не стопроцентный показатель выполнения. Здесь нам не нужна пятилетка за три года, потому что она невозможна. Показатель 20% — это очень хороший показатель. Не смотрите на цифры, как будто бы они не живые. Представляете то количество людей, которые действительно вас увидели. Здесь я люблю использовать следующий метод. Допустим, вы посмотрели, что на ваш канал пришло тысяча человек. И кажется, это немного, да, там даже может быть маленькая конверсия, предположим, это 15% всего лишь. Но представьте, если на день ваших открытых дверей к вам пришло тысяча зарубежных студентов. Это кажется совершенно иным взглядом. Это ощущается по-другому. Вот относитесь к вашей аудитории онлайн как оффлайн, потому что это сильно перевернет ваше ощущение маркетинга в целом. Это очень хороший такой лайфхак для работы. Какие вызовы и препятствия могут возникнуть при реализации такой стратегии, и как их возможно преодолеть? Ну, не будем кривить душой. Омниканальность затратит больше ваших ресурсов и больше вашего времени. От этого никуда не деться. Действительно, когда вы концентрируете свое внимание только на одном канале, или каналы никак не связаны друг к другу, вы в целом не задаетесь вопросом, а какой у нас визуальный ряд. А у нас в одном сообществе и во втором сообществе и на сайте одинаковые шрифты, одинаковые ли цвета, одинаковые ли формы. Здесь на это действительно приходится уделять определенное время. Точно так же с Tone of Voice, точно так же с сбором какой-то статистики. Это требует больше времени, больше ресурсов и больше подключения ваших сотрудников. Но вы же не закрываете университет от того, что у него много разных направлений. Вы же не переходите в более простую структуру, потому что ей просто проще управлять. Действительно, университет – это всегда долгосрочная история, это что-то фундаментальное, и к любому маркетингу стоит относиться точно так же, потому что не может продукт быть фундаментальным, а маркетинг – поверхностным. Здесь просто с этим нужно смириться, понять, что у вас свой путь, и не бояться этого. Еще бы я бы отметила тотальный контроль. Это то, что может возникнуть в университетах. Представьте ситуацию, что вы приняли многоканальность как фактор, как направление своего развития. И теперь вы понимаете, что, например, ваш основной сайт, ваше научное сообщество, ваше студенческое сообщество должны крутиться в какой-то одной реалии. И далее важно не уйти в тотальный контроль, когда, например, студенческому совету, который ведет свои страницы, вы начинаете жестко диктовать, в каком-то нафосе писать, какой контент можно, нельзя, и вот уже выпуск одного поста занимает утверждение у пятерых людей. Это очень важный момент. Я понимаю, почему может захотеться так построить систему работы, но вернемся к UGC-контенту. Скорее всего, все каналы, если вы посмотрите на них, ведут не только ваши сотрудники, которым вы платите зарплату. Зачастую это будут люди, которым просто это действительно интересно, они видят в этом цель, свою миссию, и они являются вашими амбассадорами. Как только вы начнете наседать на них и навязывать собственные идеи, собственную реализацию, то, скорее всего, у этих людей пропадет мотивация. И если эти каналы будут развиваться, они будут развиваться просто для галочки, потому что так сказали. И это самое ужасное, что может произойти с вашими каналами, потому что отсутствие жизни в социальных сетях чувствуется очень сильно. Что бы я порекомендовала сделать? Попробуйте создать что-то по типу брендбука, только на разных направлениях. Когда вы действительно подготовили какую-то папку и даете в самом начале, что у нас вот такие шрифты, у нас вот такие правила общения, нельзя использовать, например, мат, или еще какие-то ограничения, которые у вас есть. Посмотрите еще раз на этот список, вычеркните то, где вы дали излишнее, и просто раздайте вашим сотрудникам. А дальше в режиме скорее даже консультационного раз в месяц, возможно, вам стоит просто направлять свою команду, создавать с ними какие-то мозговые штурмы и придумывать с ними какие-то интересные идеи и направления, которые будут, с одной стороны, действительно направлять, немного ограничивать, а с другой стороны будет давать вдохновение, потому что разные сотрудники будут видеть, что вам не все равно. Я как раз хотела и спросить про брендбук, потому что многие университеты уже имеют свой стиль по всем направлениям работы для продвижения в социальных сетях. Тогда еще такой вопрос, какие меры можно предпринять, если, например, сотрудники не пользуются брендбуком, а идут по своей линии, по своей стратегии? Есть ли какие-то лайфхаки для этого? Ну, здесь, наверное, зависит от системы менеджмента в вашем университете. Кто-то предпочтет жесткой рукой обязательно до всех донести, и, может быть, даже, у божек где-то кого-то штрафовать? Я не приверженец такого управления. Скорее, если люди не используют ваш брендбук, могут быть две причины. Первое, им неудобно, скорее всего, они просто не умеют пользоваться вашим брендбуком, они не понимают, как в фотошопе отредактировать что-то и использовать нужный шрифт. Либо же, второе, они не понимают, зачем это. И первый и второй фактор исправляются просто обучением. Первое, проведите какой-то мастер-класс недорогой, потому как быстро использовать брендбук. Действительно, есть огромное количество приложений, которые позволяют за секунды вставить необходимые символы или исправить цвет. Либо же создайте действительно собрание, где разные направления поделятся своим опытом и знанием, зачем нам нужно общее пространство. Потому что, скорее всего, если какое-то ваше направление действует самостоятельно, со своим видением, они не чувствуют себя в общей системе. Если вы их начнете подключать к мозговым штурмам, к каким-то собраниям, даже раз в квартал, они будут чувствовать, что сижу не только я со своим направлением, но сидят другие люди, от которых зависят их результаты от моей деятельности. Потому что к ним приходит моя аудитория, которая, возможно, впервые прокоммуницировала с университетом. И вот эта взаимная ответственность, скорее всего, сформирует необходимое понимание, зачем это нам нужно. Да, то есть нужно много вкладываться, проделать большую такую командную работу для того, чтобы все это работало верно. Давайте теперь перейдем к зарубежным трендам в области цифрового маркетинга. Какие из них вы считаете наиболее перспективными для адаптации на российском диджитал рынке? Здесь, на самом деле, много уже хорошо работающих инструментов, потому что важно смотреть не только тренды, как сейминутные явления, но и тренды, которые уже становятся нашей реальностью. Например, видеопродакшн. Действительно, если вы вобьете в интернете тренды 19-го года, тренды 21-го года, тренды 22-го года, 24-го, какого угодно, вы увидите, что видео набирают гораздо больше вовлечения. Это будет и в 25-м, и в 27-м, и в 30-м. И мы должны понимать, что хорошо было начать позавчера, но лучшее начало уже это сегодня. Поэтому, если вы не уделяете достаточное внимание видео, то стоит этим заняться. Только посмотрите, чтобы качество было хорошее. У некоторых университетов, к сожалению, не очень хороший звук или не очень хорошая картинка. И здесь, конечно, если вы не можете сделать качественно, то лучше пока что сфокусировать свои силы на тех ресурсах, которые вы можете, соответственно, предпринять. И когда мы говорим про видеопродакшн, мы, конечно же, не можем сказать про короткие ролики. Потому что клипы, рилсы, шортсы — это наше все сейчас. Это действительно тот виральный охват, с которым мы можем работать. Тот бесплатный охват, который мы можем получать. Вам достаточно подсмотреть действительно какой-то ролик, который залетал у других университетов, у других студентов, преподавателей. И попробовать его интегрировать. Возможно, конкретно ваш ролик, вот этот один, не залетит. Потому что существует множество факторов, влияющих на это. Просто алгоритмы не распознали. Или, возможно, у вас был не очень хороший опыт и результаты последних постов. Здесь важно продолжать. Вы снимете 5 роликов, 10 роликов, 15 роликов, и вы увидите, как действительно начинают расти ваши показатели. Подкасты. Я очень радуюсь, когда люди начинают работать с этим направлением. В России это действительно сейчас прям глобальный тренд. На зарубежном рынке это более устоявшийся тренд. Но действительно людям стало удобнее воспринимать аудиоформат. Потому что мы постоянно в дороге, мы постоянно в движении, мы что-то делаем, и мы уже привыкли к этой многоканальности. И уши — это практически единственное, что у нас сейчас не задействовано. Потому что как только вы едете на работу, увидите других людей. Когда вы занимаетесь в зале, вы видите других людей. Даже когда вы просто делаете домашние дела, вам здесь нужно поставить кастрюлю, там вытащить одежду, а здесь куда-то прыгнуло окошко. И уши — это то свободное место, которое может занять ваш маркет. Е-мейл рассылки. Неожиданно, правда? Но на самом деле это тот тренд, который мы видим за рубежом очень активно. Поверьте, вы еще вспомните наш подкаст. Е-мейл рассылки — это возможность не участвовать в кровавом рынке. Почему? С одной стороны, если мы говорим про молодую аудиторию, то действительно там е-мейл рассылки имеют не такую эффективность. Но если мы говорим про абитуриентов чуть старше, например, аспирантура, если мы говорим про привлечение сотрудников, если мы говорим про второе образование, то действительно все используют в работе почту. И мы видим, что сейчас аудитория начинает разделять, и буквально многие заводят две почты. Одну для спама, вторую для работы, какую-то чистенькую. И если вы действительно создадите классную интеграцию вашего сайта и рассылок, по крайней мере дадите вашей аудитории возможность взаимодействовать, и таким образом вы увидите хорошую конверсию. Нужно понять, что это тренд будущего. Вот этот тренд — это то, что можно начать сегодня, и не расстраиваться, что не начали вы позавчера. Ну и, наверное, я назову метамаркетинг, потому что как только мы начинаем интегрировать каналы не только между собой в онлайне, не только между собой в офлайне, но и между онлайном и офлайном, мы начинаем соединять две реальности. Когда мы говорим про молодых студентов, которые только поступают, нужно понимать, что это люди, которые выросли в онлайн-среде. Зачастую мы можем услышать забавный диалог с мамой о том, что «а какой у тебя был телефон в детстве?» Им невозможно объяснить, что в нашем детстве были телефоны, которые крутились и могли только звонить. Поэтому это люди, которые выросли уже в диджитальном пространстве. Оно для них естественно. Они привыкли, что если им нужно что-то выяснить, они в основном, возможно, наберут чат-боту или отправятся куда-то в социальные сети, но не будут звонить. Это не значит, что данная аудитория совершенно не заинтересована в офлайне. Но они очень классно переключаются между двумя форматами. И если вы в своих социальных сетях, в интернет-пространстве транслируете мероприятия, даете возможность подключиться онлайн к тому, что происходит у вас здесь сейчас. Или наоборот, в своем университете вы используете новые технологии, например, VR-реальность. То вы действительно как будто совмещаете две реальности и создаете более комфортную и понятную для молодой аудитории пространство. Какие факторы необходимо учитывать при внедрении зарубежных инноваций и трендов на российские рынки? Это будет два фактора. Повестка и менталитет. Нет каких-то инструментов, которые были бы точно под запретом, но вот не попасть в умы очень хорошо можно. Давайте возьмем достаточно старый кейс, но он самый громкоговорящий, самый понятный нашей будет аудитории. Помните рекламную кампанию «Рибок», когда они призывали пересесть с иглы мужского одобрения на мужское лицо? Действительно, кампания провалилась с точки зрения позитивного маркетинга, потому что черный пиар тоже пиар, и вот прошло столько лет спустя этой кампании, мы ее до сих пор вспоминаем. Но что-то мне подсказывает, что университеты не очень любят работать с черным пиаром. Здесь действительно нужны определенные механики и определенные специалисты, которые очень хорошо умеют взаимодействовать с этим направлением. Все-таки университетам привычнее работать с хорошей репутацией, и это хорошо на самом деле, потому что им есть чем работать. В чем проблема данной рекламной кампании? А в том, что она не подошла под аудиторию. Если вы посмотрите какой-нибудь известный бренд, например, L'Oreal, и увидите то, как они рекламируются на российскую аудиторию женщин и на западную аудиторию женщин, вы увидите абсолютно два разных бренда. И там, и там задействована феминистическая повестка. Действительно, есть такое направление про развитие женщин, про подсвечивание их силы. Но если вы посмотрите именно Tone of Voice, то с каким настроением они говорят, на западе это гораздо более, так скажем, агрессивная повестка. По крайней мере, это то, как воспринимает российский слушатель. Мы действительно адаптируем все тренды под себя с точки зрения настроения. И так делает абсолютно каждый рынок. Если вы придете с этой рекламой в Америку, скорее всего, оно не получит такого черного пиара. Но если вы, допустим, придете с такой рекламой в Узбекистан, мы прекрасно можем представить, какую реакцию общества мы получим. Поэтому все инструменты хороши, но посмотрите, точно ли правильное настроение и тон голоса вы взяли. Какие примеры успешной адаптации зарубежных трендов на российском диджитал рынке вы можете привести? Наверное, самое частое и популярное – это все-таки клипы Рилса. Мы видим, как все началось с ТикТока, когда наши абитуриенты и студенты заполонили эту площадку. Что начали делать данные пользователи? На самом деле большинство трендов взято с зарубежных блогеров. Если вы возьмете и сравните их контентную повестку, оно практически одинаковое. То же самое начали делать университеты. И, может быть, я звучу немножко занудно и кажется, что нужно разрабатывать свой велосипед, но это не так. На самом деле, если вы заметили какую-то успешную стратегию, она работает, обязательно возьмите ее себе. Не нужно здесь уповать на эго и думать о том, что мы сделаем что-то по-другому. Нет, посмотрите на тон голоса, посмотрите на менталитет. И если вы действительно думаете, что этот тренд может к вам залететь, стоит его использовать. И на самом деле университеты очень успешно сейчас это делают. Мы видим, как клипы начинают появляться в ВКонтакте, как очень активно используются шорты в YouTube. Поэтому, если ваш университет это еще не использует, пожалуйста, посмотрите, как это делают другие и возьмите себе в практику. Блоги на сайтах. На самом деле, не так много университетов это делают, но это очень полезный инструмент, и это тоже тренд. Многие забыли о том, что на самом деле поисковые системы у нас никуда не делись, и основной трафик приходит именно оттуда. Поэтому, если вы пишете какой-то контент, который выдает вас в поисковой выдаче, вы получаете тоже бесплатный виральный охват, и этим нужно пользоваться. Ну, куда же без ИИ? Куда же без наших нейронок? Здесь действительно бум, и очень приятно видеть, что российский рынок не отстает в этом направлении. Мы говорим не только про университет, но и в целом про интеграцию нейронных сетей сейчас. Возможно, вам не до конца понятно, как их использовать. Это нормально, рынок сейчас только развивается. Мы все не до конца понимаем, как их полноценно и эффективно использовать, но на самом деле уже появляются разные инструкции, разные чек-листы, разные удобные боты, даже интегрированные наши социальные сети. Поэтому здесь, конечно же, адаптация контента с помощью нейронных сетей, создание неких ботов – это очень полезный и очень понятный для молодой аудитории тренд. Вернемся к нашему UGC-контенту. Мы про него сегодня часто говорим, но это, правда, очень классный тренд, который не сбавляет обороты и будет только-только наращиваться. Поэтому привлечение студентов, сотрудников, трансляция в других странах через понятный язык – это действительно классно, потому что как только вы находите, предположим, в Китае вашего студента или вашего коллегу, который ведет блог не просто на китайском, а действительно адаптируя под какую-то повестку, под какой-то сленг, вам проще взаимодействовать с аудиторией. И это хороший способ обходить все ограничения, потому что сотрудники имеют право присутствовать в разных площадках. И вам просто нужно выработать маркетинговую стратегию, договориться с человеком о том, в каком ключе вы хотите показывать свою компанию. Вот то, что не используют наши университеты, а тоже бы хорошо внедрить – это амбассадорство. Очень многие начали подключать сотрудников и студентов, но очень мало кто в наших российских реалиях работает с инфлюенсерами. Наверное, это из репутации нашего рынка инфлюенс, но я вас могу заверить, есть очень много классных действительно контент-мейкеров, которые могут делать контент гораздо качественнее, чем любой ваш сотрудник, чем любой ваш студент. И я бы предложила посмотреть в эту сторону. Очень приятный был интересный кейс у Оксфорда, например, когда они взяли очень популярного блогера в Ютубе, это Люси, которая рассказывает, как поставить правильно речь, как получить тот желаемый британский акцент. У нее очень популярный блог, и они создали с ней интеграцию. Они действительно пригласили ее в Оксфорд, где она совместно с университетом разрабатывала свой курс и точно так же снимала разные ролики для Ютуба. Они действительно получили большой охват, и блогеру, естественно, это очень выгодно, у него новая аудитория, это имидж, а университет получил действительно бесплатный, поверьте мне, очень профессиональный контент. И очень важно, молодую аудиторию, которая бы, возможно, про них бы, ну, как-то не так сильно бы интегрировалась, да, сказать, что не знала бы про Оксфорд, мы не можем, но тем не менее бы не так сильно углублялась бы в какие-то инструменты. Поэтому посмотрите разных инфлюенсеров в виде фотографов, видеографов, спортсменов, деятелей искусств и даже инфобиза. Как российским университетам сейчас, какие социальные сети можно использовать, какие площадки можно использовать для продвижения на зарубеж? Здесь, ну, я бы отталкивалась также от своей аудитории. Здесь вам просто нужно помнить о том, что Инстаграм и Фейсбук, это действительно организации, которые приняты сейчас экстремистскими, признаны. И напрямую взаимодействовать достаточно сложно университетам. Здесь не мне, наверное, им рассказывать, у них есть свои юристы, которые имеют свое собственное мнение. Здесь точно нельзя финансировать, то есть запускать рекламу мы не имеем возможности. Публиковать контент в юридическом поле мы на самом деле можем, но я знаю, что есть определенные ограничения, которые не позволяют университетам это делать. Также у нас есть ограничения в плане Твиттера и ТикТока, поэтому на данных площадках, конечно же, лучше подключать амбассадоров и студентов из тех стран, на которые вы ориентируетесь. По всем остальным площадкам у вас нет никаких особых ограничений. Вы можете заходить и в ВКонтакте, и в WhatsApp, и в Telegram, и в Viber, и различные более узкие площадки, которые вам необходимы. Можно использовать абсолютно разные площадки, но обязательно перед этим посмотрите статистику, где сидит ваша аудитория. И, конечно же, проконсультируйтесь с вашим юристом. Еще один вопрос. Телеграм сейчас очень популярная история, и, как вы уже упомянули, вы активно также им пользуетесь. Как университет может расширить свои возможности в этой социальной сети, чтобы выйти на зарубежный рынок? Возможно, это использование каких-то дополнительных ресурсов. Здесь важно понимать, что нет бесплатного продвижения. Увы и ах. Действительно, там нет алгоритмической ленты, с помощью которой мы можем подниматься наверх, или нас сервис может рекомендовать. Поэтому первое, конечно же, это адаптация под язык. Это первое, что вам нужно сделать. Второе, посмотреть конкурентов и как они продвигаются на этом рынке, потому что в зависимости от страны будет немножко различаться само ведение Телеграм-канала. Что вы можете сделать? Во-первых, Телеграм-канал может существовать в нескольких плоскостях. Первое, вы можете вести свой канал, то есть публиковать свои новости, использовать какие-то интерактивные механики, собирать информацию, просить проголосовать, выходить в эфир и публиковать сториз. Это ваш будет голос университета, где вы будете позволять прикоснуться к вашей жизни. Второе, это комьюнити. На самом деле, очень мало университетов используют эту возможность, но если вы начнете создавать комьюнити разных стран, например, у вас много студентов из Вьетнама, позвольте им создать свою группу, позвольте им общаться между собой. Во-первых, людям будет проще интегрироваться в другой стране, у них будет поддержка, у них будет понятная, привычная для них среда. Но, что еще важнее, скорее всего, именно туда, первым делом они будут привлекать своих знакомых, которые хотят познакомиться в целом с жизнью университета. И это возможность собрания людей по интересам, для того, чтобы мы их действительно как-то объединяли и могли выходить на другие какие-то площадки, на другие какие-то страны. Ну и третье – это чат-боты. Тоже достаточно редкое явление у университетов, но на самом деле чат-боты – это очень удобный канал коммуникации. Вы можете создать либо простой чат-бот, либо какой-то достаточно сложный, дать возможность аудитории задавать вопросы, получать статистику, разобраться, какие у вас есть каналы, потому что вам, ваша структура понятна. Но на самом деле, если перейти на сайт университетов, зачастую видно огромное количество ссылок. Особенно если вы работаете активно в международном направлении, то, скорее всего, у вас будут разные ссылки на ваши социальные сети каждой страны, у вас будут разные сообщества, у вас будут сообщества сотрудников, у вас будет сообщество общежития и так далее и тому подобное. Поверьте, только вам понятна ваша структура. На большинстве сайтов нет понятной карты вашего представительства в интернете. И здесь с чат-ботом можно легко решить эту проблему. Создать чат-бот, в котором я могу зайти и спросить, где мне найти нужную информацию. И чат-бот будет понимать, в какую группу вас направить. Также можно использовать продвижение в других каналах. Не обязательно прям присутствовать в Телеграм-канале, если вы не хотите собирать там аудиторию, ну и если вы понимаете, что вашей аудитории там не так уж прям много. Вы можете использовать какие-то отдельные каналы, посмотреть их статистику и делать какую-то коллаборацию, ввести данный трафик уже на сайт или более привычную для вас площадку. Такая стратегия тоже будет работать. Мы заговорили о введении социальных сетей на языке и возник такой вопрос, как вы относитесь к тому, что сейчас университеты разрабатывают свои сайты на нескольких языках, шести, семи, восьми, в том числе на китайском языке, который сейчас очень популярен. Как вы относитесь к этому явлению? Хорошо ли это? И продвигает ли это вуз так успешно, как хотелось бы? Это очень здорово. Это очень важно. Единственное, здесь должен быть такой ключевой нюанс. Ваш сайт не должен перерасти в какую-то, знаете, короткую версию того, что вы хотели сказать на русском языке. Потому что студент, неважно на каком языке он говорит, он хочет получить полную, всем деменующую информацию. У вас действительно есть такое расстояние с людьми с точки зрения менталитета, с точки зрения каких-то внутренних барьеров, потому что поступать в другую страну это действительно страшно, нужно это понимать. Чем более привычную, комфортную обстановку вы создадите для ваших студентов, для ваших специалистов, которые хотят переезжать или работать с вами онлайн, тем проще вам будет наладить первое впечатление и наладить коммуникацию в последующем. И в заключении хотел бы попросить вас дать несколько советов тем университетам, которые только начинают погружение в цифровое пространство. С чего стоит начать работу и какими правилами руководствоваться? Во-первых, хочу сразу похвалить тех, кто начинает. Начинать всегда гораздо сложнее, чем продолжать, но вы действительно через год скажете себе огромное спасибо. Первое, с чего бы я начала, это цель. Зачем нам все это нужно? Не нужно создавать социальные сети ради социальных сетей. Ваша работа всегда должна мэчиться с целями бизнеса. Что вы хотите? Вы хотите привлечь новую аудиторию, вы хотите с ней коммуницировать, вы хотите создать образ бренда или скорректировать этот образ бренда. Какая перед вами стоит цель? Запишите ее огромными буквами и обязательно возвращайтесь к ней хотя бы раз в месяц. Далее, подумайте, какая аудитория вам нужна, чтобы достичь эту цель. Мы сегодня много говорили о том, что разные рынки, разные социальные сети требуют от нас разного подхода. Обязательно посмотрите, где находится ваша аудитория, чтобы точно не идти в ненужную сторону. Далее, после того, как вы понимаете, что вы хотите и с кем вы хотите, вы выбираете площадку. Подберите себе несколько каналов, которые вы точно будете развивать. Нарисуйте схему, как эти каналы будут интегрироваться в друг друга. Если вы только начинаете, я не рекомендую брать сразу множество каналов, если у вас есть ограничения ресурсов. Достаточно сайта и какую-то самую популярную социальную сеть, в которой находится ваша аудитория, либо мессенджер. С этого достаточно будет начать. Если же у вас есть много ресурсов, то, конечно же, думайте о том, как можно адаптировать контент. И присутствие на нескольких площадках позволит вам не закрываться на одном канале, а в случае непредвиденных обстоятельств легко менять свою маркетинговую стратегию. Ну и не бойтесь повторять успешные кейсы. Не думайте о том, что это плохая стратегия, она сэкономит вам время. Просто подумайте о том, какой тон голоса, какое настроение, какие действительно прилагательные должны возникать после просмотра этого контента, и как именно вы хотите продемонстрировать свой университет. Но успешные кейсы для того и существуют, чтобы мы брали это в практику, применяли и быстрее достигали нужных результатов. Мария, большое спасибо вам за подкаст. Было очень интересно. Ждем вас снова в гости. Спасибо вам большое за развитие. С нами сегодня в гостях была специалист в области Digital Marketing Мария Французова. Добавил субтитры Алексею Дубровскому Добавил субтитры Алексею Дубровскому Добавил субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует...